Всем привет, народ! Ну вот и настал тот момент, когда надо принимать волевое решение. Итак, это новое видео. Я начинаю. Поехали! Дорогие друзья, вы проголосовали 31 голос. Голосовалка была в сообществе на канале. В принципе, для голосовалки на моем канале это действительно большое вам, во-первых, человеческое спасибо, что вы приняли участие в этом опросе. В чем суть голосования? Надо было выбрать, какой следующий телефон будет у меня. Несколько вариантов было до этого, и лидерами стали два телефона. Это Pixel 4, я чуть позже объясню, почему я принял это решение, и либо Xiaomi Mi 8. На самом деле телефон, который мне понравился в плане камер, и вам надо было просто выбрать. Либо Pixel 4, либо Xiaomi Mi 8. Mi 8 действительно в 2,5 раза, наверное, ну в 2 раза, окей, как бы дешевле. Хотя у меня в городе продается до сих пор Xiaomi Mi 8 запакованный, что человек за него хочет 20 тысяч рублей. Это ну такое себе. И право выбора осталось за вами, и это тот момент, когда я... Мое мнение совпало с вашим. Я действительно мучился муки выбора, какой же телефон на ближайшие несколько месяцев, может быть, на какой-то продолжительный срок, станет моим будущим телефоном. И в голосовании с небольшим отрывом победил Pixel 4. Pixel 4 это уникальный телефон. Это телефон лучше, чем Pixel 5. Хотя Pixel 5 это следующее поколение, но действительно в нем есть ряд преимуществ. Мы будем сравнивать после того, как Pixel 4 у меня будет на руках. В моем городе, к сожалению, Pixel 4 не продается. Продается, но по неадекватной цене. Плюс я смотрел телефон. В принципе, парень молодой. Продавец, как бы, занимается Pixel 5. Ну, не то, что занимается, а как бы изредка привозит, естественно, со штатов. И, ну, просто продает, как бы, на авито. Суть не в этом. Он был в черном цвете. А я хотел либо оранж, либо белый. Но в большей степени даже он, скорее всего, белый. Потому что я все это дело в будущем хочу закатать в пленку. Носить без чехла. И посмотреть, что с этим будет. Поэтому Pixel 4 стал победителем в голосовании. И надо его брать. И, действительно, в городе нету. Надо будет заказывать доставкой с другого города. И об этом будет череда следующих видео. Будет распаковка. Будет, во-первых, впечатление. Впечатление от использования. Pixel 4. Последний Pixel, который у меня был, это 2XL. Несколько лет назад я получил колоссальное удовольствие. Потом этот Pixel был поменен на iPhone 11. Моему очень хорошему знакомому, можно сказать, товарищу. Никите. Никита, если смотришь, привет тебе. Я доплачивал. Но в итоге Pixel ушел. Был поменен на iPhone 11. Тогда 11 был на старте. Буквально пару-тройку месяцев прошло. Ну и после череды смены смартфонов, которые я постоянно меняю, мы возвращаемся к Pixel. Pixel это такая же магия, как Apple. Только на Android. И, знаете, друзья, я понял. Знаете, чего? Я понял самое главное, что во всей этой ситуации я почти перестал думать об айфонах. То есть у меня есть возможность взять айфон. И в принципе любой модели, кроме дорогостоящих моделей, которые сейчас новинки, это, ну, относительно новинки, это последние модели iPhone 12, 12 Pro, 12 Mini, они стоят пока что, безусловно, очень дорого. И я, наверное, уже дожил до того возраста, когда я не могу позволить себе, моя внутренняя жаба настолько сильно меня давит, я не могу позволить себе телефон больше, допустим, чем 30 тысяч рублей, больше, чем 35-40 тысяч рублей. А как вы знаете, айфон 12 стоит от 50 тысяч за миника, если на бу-рынке, и от 60 тысяч, если за двенашку, или от 70 тысяч, если за 12 Pro. Суть не в этом. Суть в том, что в Pixel 4 есть все. Есть две сим-карты, это одна физическая, другая есть сим. Есть, безусловно, одна из лучших камер в мире. Может быть, вы скажете, ну, айфон будет лучше снимать видосы. На самом деле, я бы поспорил, потому что, во-первых, как снимать, что снимать, и при каких условиях снимать. И это Android, то есть все блага и все преимущества, которые вы получаете на открытой операционной системе. А за последний год я подсел на Android, потому что я пользовался Honor View 30 Pro. Это, безусловно, очень хороший телефон, но он слишком большой и тяжелый для меня. Я пришел к выводу. Поэтому Pixel 4 не XL. Я именно хотел маленький телефон. Безусловно, компромиссы у него есть. Я о них буду рассказывать, и в том числе и батарейка. В общем, будем смотреть, что это такое. За сколько, где, когда и что расскажу чуть позже. В следующих видосах это, скажем так, стартовое видео в линейке видосов вообще про Pixelmany, потому что на самом деле, как бы, сообщество пикселеводов в России, оно действительно большое. Люди есть, те, которые занимаются это в качестве бизнеса, какого-то дополнительного заработка, приработка. Ну, конечно, миллионов на этом не заработаешь, но, как говорится, на поддержку штанов, как бы, ребятушки делают все красиво. И, ну, действительно, как-то привозят и реализуют на том же Авито или еще где-то. Потому что, ну, Pixel, кстати, Pixel 4 сейчас, который продавался на старте продаж по 1000 долларов, сейчас можно взять, в принципе, за 300 долларов. За 300, за 400 долларов, в зависимости от состояния, от комплектации. Unlock или Unlock через ADB, по сути, это не такая уж большая разница. Но будем посмотреть, как говорится. Будем посмотреть, потому что решил записать это видео, потому что, во-первых, результаты голосования дают о себе знать. Буквально с небольшим преимуществом все это случилось. Что думаете вы? Какие у вас будут вопросы? Что, может быть, подскажете? Может быть, скажете что-то по аксессуарам? Потому что в стекло я закатывать не хочу. То есть, как-то защитить надо. Чехол может быть оригинальный, какой-то пикселевский чехол. Но они все немножко утолщают телефон и делают его чуть крупнее, чем он должен быть, как его придумали создатели пикселя. Но хотелось бы использовать вот тут прям максимум телефон, такой, какой он есть. Потому что я устал от больших телефонов. Я устал перехватывать телефоны в одной руке. Гигантский телефон – это, на самом деле, это уже мне неинтересно спустя годы. Да я, на самом деле, давно об этом говорил, что идеальная диагональ для телефона – это 5,2 дюйма. Это когда в свое время Galaxy S7, S6, Edge, без разницы, какие Edge. Мне не нравятся покатые края, поэтому я всегда брал, если это Samsung, то я брал именно не Edge-варианты, а обычные. И сейчас все пришло к тому, что пиксель идет, должен прийти в мою жизнь по новой. И я думаю, что будет интересно. Пишите, что будет интересно посмотреть, про что рассказать. Это такой анонс-спойлер. Вам большое спасибо, что вы все это дело проголосовали, сказали. Сейчас это я все снимаю, кстати, на Vivo Y31. Как он называется, по-моему, Y31. Слушайте, у меня очень компромиссное мнение об этом телефоне. Я его полюбил и возненавидел одновременно. Это такой телефон, но за его стоимость, это, наверное, бескомпромиссное решение. За 14 тысяч, иногда можно взять за 13 тысяч рублей. Это просто идеальный вариант. И как он снимает, кстати, фронтальная камера. Уже 8 минут 20 секунд я это все дело опишу. Поэтому, если нужен более такой жесткий опыт эксплуатации по фоточкам, чтобы, может быть, какой-то тестик сделать. Я обязательно хочу сравнить пиксель с камерами айфона в серии XS и выше, с айфоном 11. Попробую с 11 Pro. Может быть, если будет возможность с 12 айфоном это все дело сравнить. И, друзья, на самом деле, и хочу сравнить с Самсунгом. У меня еще вот сейчас есть, был, по крайней мере, выбор Galaxy Note 10 Plus взять. Но, друзья, посмотрел ночью сравнение камер. Есть только англоязычные блогеры, которые снимали. И, ну, действительно, можно по субтитрам посмотреть, можно что-то понять, в принципе, по видео, по картинкам, результаты по камерам. По камере мне больше всего это дело как бы беспокоило, есть ли разница. Разница есть, несущественная, потому что Самсунг – это Самсунг, а пиксель – это пиксель. И я попробую сделать первое русскоязычное сравнение, потому что это примерно сейчас одно ценовой сегмент в плане денег. И, может быть, действительно, кто-то, кроме меня, еще стоит перед выбором. Ну, а что касаемо Xiaomi Mi 8, мы сравним, потому что он есть в магазинчике, где я работаю, он есть бэушный. И, действительно, можно пофоткать и посмотреть, как это все будет дело по фото возможностям. Вообще стоило ли вообще переплачивать, потому что Mi 8 – это такая классная ляля в плане игрушки. Это вот, ну, он стеклянный. У него вот этот вот скан отпечатков, который меня немножко подбешивает сзади. Он спереди, вот эта вот челка, как у 10-го айфона. И те сочные фотки, которые он, по крайней мере, вот стартово я пытался с него сфотографировать, видосы, очень быстрый автофокус. Посмотрим, правильно ли я сделал, что я переплатил за 4-й как бы пиксель. Поэтому, друзья, огромное вам спасибо. Ставьте лайки, пишите Дональдак, если досмотрели до этого момента. Мне нравится, что смотрят люди, которым это не безразлично. Комментарии пишут люди, которым это не безразлично. Огромное вам спасибо. Я всех, как говорится, целую, обнимаю, уважаю. И дальше продолжайте помогать мне делать контент, который хоть кто-то, да и смотрит. Подписывайся, комментируй. Совсем скоро увидимся. У меня есть, что вам рассказать еще. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok